Всем привет! Шкода Супер Б Именно так год за годом продолжают называть данную модель многие автолюбители И даже некоторые мои знакомые Доходит до смешного Я иногда сам начинаю сомневаться, а правильно ли я говорю? Но давайте-ка внесем ясность раз и навсегда Это Шкода Суперб Третье поколение модели, вышедшее весной этого года И вы смотрите Инфокар Юэй Наши постоянные зрители наверняка вспомнят, что за этот год мы успели протестировать практически всех его основных конкурентов Это Volkswagen Passat, Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6 и некоторых даже по два раза И вот, наконец-то настала долгожданная очередь данной модели К нам на тест попала комплектация Style Это третья из четырех возможных Самая крутая будет Лоран Климен И под капотом здесь 1.8 TSI на 180 лошадиных сил А в трансмиссионном тоннеле 7-ступенчатая DSG Цена такой комплектации около 36 тысяч долларов Ну а плюс опция, которая стоит на тестовой машине Итого получилось порядка 40 Для всех уровней оснащения на нашем рынке пока доступны два бензиновых турбомотора Упомянутые 1.8 TSI и 2.0 TSI на 220 лошадей Исключение составляет только база, где возможен только лишь 180-сильный мотор Он, кстати, сочетается как с механикой, так и с DSG А вот более мощный двухлитровый только с DSG Вилка цен на третий Superb на сегодня составляет от 28,5 тысяч долларов до 46 тысяч Конечно же, это без учета доп. опций, которые могут утяжелить цену любой из комплектаций Предтечей нового Superb стал концепт Vision C, который мне удалось вживую увидеть и пощупать весной 2014 года Тогда ходило много разговоров о пятидверном купе Но теперь-то мы понимаем, на что намекал шеф-дизайнер Skoda Йозеф Кабан И серийная модель унаследовала немало смелых решений от концепта На мой взгляд, самыми главными из них являются выразительные, словно точеные линии Автомобиль от этого как будто похудел и хорошо проработанные грани Очень схоже оформлена оптика, особенно углубления под передними блок-фарами Линия бокового остекления и корма Кстати, Superb лишился двойной крышки багажника И теперь она представляет задним стеклом одно целое А открывается вот таким вот образом И именно поэтому, по моему мнению, для данного типа кузова Больше всего подходит определение лифтбэк Но фактически, внешне, его вполне можно принять за седан Ох и любит Skoda такую маскировку Интерьер по сравнению с предыдущим поколением обновился значительно Как и в случае с экстерьером, многие его элементы были заимствованы у концепта Vision C Конечно же, самые смелые решения, например, как парящие дверные ручки Переняты не были Но в основном концепция очень схожа То есть стилистически некоторые элементы я даже вот смотрю и вижу, как это было в 2014 году на прототипе Например, контуры дефлекторов обдува, мультимедийные системы Тот же даже блок климат-контроля, приборная панель Практически такой же трехспицевый руль Все это точно так же было нарисовано и в концепте Проектировщикам осталось лишь добавить немного практичности и подобрать материалы для декора Львиная доля салонных пластиков мягкая и приятная на ощупь А все элементы хорошо подогнаны между собой Понравились нам дверные ручки, руль в кожаной оплетке Это малый кожаный пакет, кстати, и платная опция А вот оформление кнопок мультимедиа и на центральном тоннеле не впечатлило Можно было бы придраться к черному рояльному лаку Но я, честно говоря, уже устал говорить о его непрактичности и одновременно трендовости на сегодняшний день Однозначный плюс и, возможно, лайк от вас интерьер получает за декоративную подсветку Присмотритесь, даже сейчас видны ее горизонтальные линии в передней панели и в дверных картах Цвет можно выбирать из трех доступных, а также регулировать ее интенсивность С другой стороны, лично меня немного удручает общая темная гамма в оформлении салона Впрочем, это уже дело вкуса Сидения у нас оснащены электроприводом и памятью на несколько позиций, я имею в виду водительская Но даже для нашей комплектации Style это опция за доплату плюс 470 долларов Их профиль, учитывая регулировку поясничного подпора и угла наклона подушки, вполне удобный А сами валики боковой поддержки расставлены достаточно широко Пожалуй, на комплекцию больше, нежели моя Ну и для меня лично не составило труда подобрать удобную посадку фактически сразу Потому что этому способствует и продуманная эргономика, и большой диапазон регулировок, и общий простор в салоне И если вы еще сомневаетесь, то вот эта вот отделка, она все же тканевая, а не кожаная Ну, решение оригинальное, встречаю я такое впервые, но все-таки несколько спорное Все же, согласитесь, лучше быть, а не казаться Ну и добавлю, что кожаный салон доступен только в топовой версии Лоран и Клемен Что касается центральной консоли, то это олицетворение современного ваговского конструктора И блок двузонного климата, и мультимедиа-систему можно встретить и на других моделях Ну, например, у соседней Octavia может быть точно такой же Базовой магнитолой является простенькая Swing с 5-дюймовым, но уже цветным сенсорным экраном и скромной начинкой Вот эта установка, это модель Baleroa с экраном уже 6,5 дюймов, с голосовым управлением, протоколом Bluetooth и некоторыми другими плюшками, но все еще без GPS-навигации Ее меню достаточно просто, но в то же время функционально Все это нам знакомо по Volkswagen Ну и для тех, кому нужно покруче, следующие уровни это мультимедиа Amundsen и супер-топовая мультимедиа Columbus У нее уже будет 8-дюймовый экран, они, кстати, обе эти мультимедиа имеют уже GPS-навигацию А Columbus, кроме всего прочего, точку доступа Wi-Fi, DVD-проигрыватель, жесткий диск там еще есть И множество других функций Мы встречались с похожей системой на Volkswagen Там она действительно классно работает, очень быстро, очень все нафаршировано Но доплата за нее вполне приличная, порядка 1800 долларов И в завершении обзора передних мест немного о центральном тоннеле Здесь все практично, есть боксы и подстаканники, прикрытые крышечками, на которые также можно положить мелочевку И есть большой охлаждаемый бокс, крышка которого одновременно служит подлокотником Регулировать ее по высоте можно, а вот по длине нет, но вроде и так должно хватать Все, идем назад Салон Superb всегда был огромен А сейчас колесная база увеличилась еще на 80 мм Но по заверению инженеров, все они пошли в переднюю часть автомобиля, чтобы сделать пропорции более гармоничными Так или иначе, здесь по-прежнему очень просторно и вольготно Здесь по-прежнему уйма места до передних кресел Буквально можно закинуть ногу на ногу и почувствовать себя боссом или госчиновником, например Кстати, правительство и Чехии, и Словакии ездит именно на Шкодах Superb Ну и что касается дополнительных опций комфорта, то вот здесь я не скажу, что Superb похвастает большим перечнем К вполне стандартному набору подлокотник с подстаканниками, дефлекторы обдува и кармашки в дверях и креслах передних сидений Добавляются разве что шторки на задних окнах, и то это платная опция Зато у нас есть часы и температура за бортом Конечно же, очень нужная информация для пассажиров, но я бы предпочел, чтобы здесь был трехзонный климат-контроль Но, как говорится, не положено, только в топовой комплектации Зато, к моему удивлению, имеется возможность сдвигать передние сидения пассажира вперед Ну, наклонять спинку и сдвигать вперед Вот здесь вот с торца находится регулировка этих функций Честно говоря, странное решение, не самое нужное здесь, тем более в сочетании с тканевым салоном смотрится оно чужеродно И вот мы дошли до багажника Итак, его объем увеличили до 625 литров Хотя, на самом деле, этого можно было не делать, потому что он и раньше был, и сейчас остается поистине огромным Просто рай для перевозчика Здесь можно возить баулы, сюда можно, наверное, посадить детей, организовать два дополнительных места Я помню, в Рапиде мы с Пашей играли в карты, сидя в багажнике Здесь же можно устроить, пожалуй, целый турнир в покер Ну, как видите, место просто завались Что мы видим, открывая крышку? Это то, что она поднимается на достаточную высоту, открывая большой погрузочный проем Опять же, очень удобно для перевозки всего чего только угодно Здесь у нас ровные стенки и множество мелких фишек для перевозки, например, пакетов супермаркета Еще каких-то вещей, которые нужно зафиксировать или закрепить крючков Ну, по одной только стороне, три штуки, по другой, три вот здесь также есть И еще есть у нас розетка на 12 вольт Кстати, вот эти вот пластиковые детали, это ничего у нас не отломалось, не отвалилось Это на самом деле багажный органайзер Это одно из решений Simply Clever Мы фиксируем его вот таким образом И, например, какую-нибудь мелочь, чтобы она не болталась по багажнику Ну, вот телефон я хочу перевести в багажнике Я фиксирую здесь, и все, пожалуйста, можно ехать, никуда он не денется Под фальшполом На первый взгляд, казалось бы, полноразмерная запаска Но вот в случае с моим автомобилем, это было бы так Но в случае с супермом, это получается докатка Потому что оно немножко меньше по размеру Здесь 16 диаметр диска, у нас сейчас стоят 17 колеса Ну и набор инструмента также имеется, это стандартно Что ж, осталось только проверить, как складываются спинки задних сидений А складываются они только из салона Вот таким образом это происходит И образуется небольшая, но все же ступенька Большой плюс, это то, что есть ключок для длинномеров Например, если нужно перевести те же лыжи Вы открываете его, кладете лыжи И при этом спинки сидений складывать нет необходимости Ну и теперь мы закрываем все дело обратно Закрывается это с кнопки Если вдруг кто-то остался еще в багажном проеме То легко это все остановить Но у нас никого нет Поэтому закрывайся багажник обратно Вот такие дела Плавность хода Вот, пожалуй, самая главная характеристика этого автомобиля Подкупают у ней буквально с первых километров И с их ростом разочарование не наступает По моему мнению, отвечают за это два ключевых фактора Это семиступенчатая коробка DSG И, собственно, ходовая Суперба И даже силовой агрегат здесь не так важен Но давайте обо всем по порядку Построен Суперб нового поколения На модульной платформе MQB Точнее, на ее варианте MQB-B На точно такой же, на которой базируется и Passat Но, само собой разумеется, последний будет поменьше в размерах В качестве силовых агрегатов Всего в мире для Суперба доступен выбор Из пяти бензиновых и трех дизельных агрегатов Но к нам, как я уже упомянул в начале Поставляются пока только два бензиновых турбомотора Дизель обещают в первой половине 2016 года Но конкретных сроков пока в нашем представительстве не называют Ну, сами понимаете Вся эта история с дизель-гейтом Она заставляет осторожничать Бензиновый 1.8 был модернизирован И стал мощнее на 20 лошадей Вырос и крутящий момент Но не все так просто Вырос он только для версии с механической коробкой передач А в случае с автоматом, как у нас Остался прежним 250 ньютон-метров А все потому, что 7-ступенчатый переселектив с сухим сцеплением Не может переварить больше момент Почему в Skoda не поставили более мощную коробку DSG А она у них есть, это вопрос Возможно, все дело в цене Соответственно, и разгон до сотни радикально не улучшился По факту, по техническим характеристикам Он всего на одну десятую секунды быстрее Чем было на предыдущей версии С предыдущим мотором 1.8 И чтобы в этом убедиться И вообще понять, какие цифры мы можем получить в реале Давайте поедем на наш стартовый прямик Помните, была такая телепередача В которой главные герои должны были сказать Я угадаю эту мелодию с трех нот Так вот, применительно к нашему случаю Я думаю, что Skoda Superb разгонится за свои заявленные 8.1 до первой сотни Давайте проверять Мы так увлеклись замером разгона, что не заметили, как на улице стемнело Но самое главное, что Superb удалось подтвердить заявленные цифры И я оказался прав Первая попытка была 8.1 А вторая даже получше Ровно 8 секунд до сотни Так что все по-честному А вот топливную экономичность удалось улучшить значительно Опять же, согласно характеристикам Сразу на пару литров Ну, около того Но об этом мы поговорим чуть позже А пока же я в целом отмечу Что такого мотора В общем-то, нелегкому Superb, а его снаряженная масса составляет где-то под полторы тонны Вполне хватает Своеобразной компенсацией за урезанный крутящий момент является его доступность с рекордно низких оборотов Полка начинается с 1250 и держится аж до 5000 оборотов Да и мощность невзрывная А растянутая в диапазоне от полутора до четырех тысяч Так что наш Superb скользит в потоке очень плавно Ну и очень уверенно А семиступенчатая DSG здесь просто великолепна Плавные переключения происходят в 99% случаев буквально абсолютно незаметно для водителя Тандем двигателя и коробки получился очень слаженный И даже в сложных дорожных условиях Когда я намеренно пытался подловить ее на каких-то дерганиях, рывках Коробка на мои провокации не поддавалась Поэтому от нее у меня остаются самые приятные впечатления Но справедливости ради надо отметить, что это именно та проблемная коробка Которая поначалу доставила немало хлопот своим владельцам Но, как уверяют в концерне Volkswagen, в 2013 году была проведена модернизация И с тех пор она работает как положено и больше своим владельцам не досаждает Ходовая очень достойно отрабатывает все неровности Самые мелкие из них и вовсе полностью демпфируя Мягкость и упругость не исчезают даже на серьезных буграх и ямах Да, бывало такое, что подвеска просто не успевала отрабатывать все по скорости Но даже в этом случае не досаждала ни ударами, ни звуком Довольно останутся и пассажиры заднего дивана Здесь не менее комфортно, чем спереди Схематически впереди здесь стойки Макферсона, а сзади многорычажка Добавлю, что вместе с габаритами подрос и дорожный просвет Что в наших условиях немаловажно И это заметно даже невооруженным взглядом Ну и чисто для информационной справки Добавлю, что для Суперб доступны электронно-управляемые амортизаторы Эта система называется DCC И с места водителя вы можете выбирать их жесткость Но, по всей видимости, если она и будет доступна на версиях для нашего рынка То только в самой топовой комплектации Лоран Клемен Что касается шумоизоляции, то в целом она весьма и весьма неплоха Если попытаться разложить ее на составляющие То от, скажем так, собственных шумов Суперб изолирован очень хорошо Здесь не слышно ни работы двигателя, ни свиста шин Ни тем более свиста ветра Ну, в меняемых режимах эксплуатации Но, если говорить о внешних шумах То иногда, время от времени, они все же прорываются в салон Рулевое управление очень точное Реакции на действия водителя отточены до мелочей Чувствуется порода и очень долгая дрессура Существенно помогает электронная имитация блокировки Межколесного дифференциала XDS Заправляющая машину в поворот Помню, мы насладились ей на Gold GTI И остались очень довольны В плане обзорности все довольно продумано И глобально мне придраться, ну, фактически не к чему Но если быть уже очень въедливым То я бы сказал, что наружные зеркала Могли бы быть и побольше размером Зато у нас они противобликовые И никакой колхозный ксенул сзади водителю не страшен Ну и расход, он не стал сенсацией Просто мы решили припасти его на конец нашего драйва Итак, по характеристикам здесь заявлена цифра 7,1 литра на сотни километров пути Кстати, с коробкой DSG она меньше, чем с механикой Но что касается реальных условий эксплуатации То, конечно, у нас получилось несколько больше Если попытаться резюмировать драйв в городе То это примерно от 8,5 до 9,3 Цифра очень разнится от стиля езды И пробок, в которые мы попадали Но в среднем колеблется где-то в этих пределах То есть не вырастает радикально Даже десятка никогда не держалась Все равно цифра спадала И, в общем-то, мотор с коробкой так настроен Чтобы помочь водителю сэкономить Если будете ездить аккуратно То, в принципе, летом без кондиционера Вполне можете добиться и 8 литров на сотню Ну что ж, наше тестовое знакомство подошло к концу И пришла пора подводить его итог Как и любой другой автомобиль Шкода Суперп имеет свои плюсы и минусы Но мне кажется, важно вот что Модель здорово эволюционировала И теперь ее выбор можно рассматривать Не как своеобразный компромисс А как целевую покупку С ее новым дизайном, ее ходовыми качествами И тем удовольствием, которое она способна подарить в движении С другой стороны, Суперп для меня по-прежнему остается Каким-то внеклассовым, что ли Когда для езды за рулем его слишком много А для передвижения на заднем сидении с водителем Автомобиль еще не обладает определенным статусом Тем более, многие опции, которые положены машинам такого класса Здесь предлагаются только в топовой комплектации Или же за доплату Отчасти это сделано для того, чтобы развести Суперп С соплатформенным посад Но те потенциальные покупатели Которые ищут просторный большой автомобиль С хорошими ездовыми качествами Однозначно будут приятно удивлены Впрочем, позиции конкурентов Также сильны И уступать их никто не собирается Ну, например, бестселлер класса Toyota Camry Или же красавица Mazda 6 Которая сейчас продается обновленной Да еще и с дизельным мотором К ним в компанию я бы добавил Также японку Honda Accord Европейцев новый Ford Mondeo Opel Insignia И обновленный Peugeot 508 А также корейцев Hyundai Sonata И Kia Optima Которая скоро должна появиться на нашем рынке Обновленной Ну и, конечно же, соплатформенный Volkswagen Passat Как распределяться позиции в продажах Мы увидим в следующем году А пока прощаемся с вами до следующих тестов Не переключайтесь А наоборот подписывайтесь Ставьте лайки И ни гвоздя, ни жезла Всем пока! Всем привет! Шкода Супер Б Именно так год за годом Продолжают называть данную модель Многие автолюбители И даже некоторые мои знакомые Доходит до смешного Я иногда сам начинаю сомневаться А правильно ли я говорю? Но давайте-ка внесем ясность Раз и навсегда Это Шкода Супер Б Третье поколение модели Вышедшее весной этого года И вы смотрите Инфокар Юэй Наши постоянные зрители наверняка вспомнят Что за этот год мы успели протестировать Практически всех его основных конкурентов Это Volkswagen Passat, Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6 И некоторых даже по два раза И вот наконец-то настала долгожданная очередь данной модели К нам на тест попала комплектация Style Это третья из четырех возможных Самая крутая будет Лоран Клемен И под капотом здесь 1.8 TSI на 180 лошадиных сил А в трансмиссионном тоннеле 7-ступенчатая DSG Цена такой комплектации около 36 тысяч долларов Ну а плюс опция, которая стоит на тестовой машине Итого получилось порядка 40 Для всех уровней оснащения на нашем рынке Пока доступны два бензиновых турбомотора Упомянутые 1.8 TSI и 2.0 TSI на 220 лошадей Исключение составляет только база Где возможен только лишь 180-сильный мотор Он, кстати, сочетается как с механикой, так и с DSG А вот более мощный двухлитровый только с DSG Вилка цен на третий суперк на сегодня составляет От 28,5 тысяч долларов до 46 тысяч Конечно же, это без учета доп. опций Которые могут утяжелить цену любой из комплектаций Предтечей нового суперк стал концепт Vision C Который мне удалось вживую увидеть и пощупать весной 2014 года Тогда ходило много разговоров о пятидверном купе Но теперь-то мы понимаем, на что намекал шеф-дизайнер Шкода Йозеф Кабан И серийная модель унаследовала немало смелых решений от концепта На мой взгляд, самыми главными из них являются выразительные, словно точеные линии Автомобиль от этого как будто похудел И хорошо проработанные грани Очень схожа оформлена оптика Особенно углубления под передними блок-фарами Линия бокового остекления и карма Кстати, супер пляшился двойной крышке багажника И теперь она представляет задним стеклом одно целое А открывается вот таким вот образом И именно поэтому, по моему мнению, для данного типа кузова Больше всего подходит определение лифтбэк Но фактически, внешне, его вполне можно принять за седан Ох и любит Шкода такую маскировку Интерьер по сравнению с предыдущим поколением обновился значительно Как и в случае с экстерьером Многие его элементы были заимствованы у концепта Vision C Конечно же, самые смелые решения, например, как парящие дверные ручки Переняты не были Но в основном концепция очень схожа То есть, стилистически некоторые элементы Я даже вот смотрю и вижу, как это было в 2014 году на прототипе Например, контуры дефлекторов обдува Мультимедийные системы Тот же даже блок климат-контроля Приборная панель Практически такой же трехспицевый руль Все это точно так же было нарисовано и в концепте Проектировщикам осталось лишь добавить немного практичности И подобрать материалы для декора Львиная доля салонных пластиков мягкая и приятная на ощупь А все элементы хорошо подогнаны между собой Понравились нам дверные ручки Руль в кожаной оплетке Это малый кожаный пакет, кстати, и платная опция А вот оформление кнопок мультимедиа и на центральном тоннеле не впечатлило Можно было бы придраться к черному рояльному лаку Но я, честно говоря, уже устал говорить о его непрактичности И одновременно трендовости на сегодняшний день Однозначный плюс и, возможно, лайк от вас Интерьер получает за декоративную подсветку Присмотритесь, даже сейчас видны ее горизонтальные линии В передней панели и в дверных картах Цвет можно выбирать из трех доступных А также регулировать ее интенсивность С другой стороны, лично меня немного удручает общая темная гамма в оформлении салона Впрочем, это уже дело вкуса Сидения у нас оснащены электроприводом и памятью на несколько позиций Я имею в виду водительское Но даже для нашей комплектации Style Это опция за доплату Плюс 470 долларов Их профиль, учитывая регулировку поясничного подпора И угла наклона подушки вполне удобны А сами валики боковой поддержки расставлены достаточно широко Пожалуй, на комплекцию больше, нежели моя Ну и для меня лично не составило труда подобрать удобную посадку фактически сразу Потому что этому способствует и продуманная эргономика И большой диапазон регулировок И общий простор в салоне И если вы еще сомневаетесь То вот эта вот отделка, она все же тканевая, а не кожаная Ну, решение оригинальное Встречаю я такое впервые Но все-таки несколько спорное Все же, согласитесь, лучше быть, а не казаться Ну и добавлю, что кожаный салон доступен только в топовой версии Лоран и Клемен Что касается центральной консоли То это олицетворение современного ваговского конструктора И блок двузонного климата, и мультимедиа-систему можно встретить и на других моделях Ну, например, у соседней Octavia может быть точно такой же Базовой магнитолой является простенькая Swing с 5-дюймовым, но уже цветным сенсорным экраном и скромной начинкой Вот эта установка, это модель Baleroa с экраном уже 6,5 дюймов С голосовым управлением, протоколом Bluetooth и некоторыми другими плюшками, но все еще без GPS-навигации Ее меню достаточно просто, но в то же время функционально Все это нам знакомо по Volkswagen Ну и для тех, кому нужно покруче, следующие уровни это мультимедиа Amundsen И супер топовая мультимедиа Columbus У нее уже будет 8-дюймовый экран Они, кстати, обе эти мультимедиа имеют уже GPS-навигацию А Columbus, кроме всего прочего, точку доступа Wi-Fi, DVD-проигрыватель Жесткий диск там еще есть И множество других функций Мы встречались с похожей системой на Volkswagen Там она действительно классно работает, очень быстро, очень все нафаршировано Но доплата за нее вполне приличная, порядка 1800 долларов И в завершении обзора передних мест немного о центральном тоннеле Здесь все практично Есть боксы и подстаканники, прикрытые крышечками На которые также можно положить мелочевку И есть большой охлаждаемый бокс Крышка которого одновременно служит подлокотником Регулировать ее по высоте можно А вот по длине нет Но вроде и так должно хватать Все, идем назад Салон Superb всегда был огромен А сейчас колесная база увеличилась еще на 80 мм Но по заверению инженеров Все они пошли в переднюю часть автомобиля Чтобы сделать пропорции более гармоничными Так или иначе, здесь по-прежнему очень просторно и вольготно Здесь по-прежнему уйма места до передних кресел Буквально можно закинуть ногу на ногу И почувствовать себя боссом или госчиновником, например Кстати, правительство и Чехии, и Словакии ездит именно на Шкодах Superb Ну и что касается дополнительных опций комфорта То вот здесь я не скажу, что Superb похвастает большим перечнем К вполне стандартному набору подлокотник с подстаканниками Дефлекторы обдува и кармашки в дверях и креслах передних сидений Добавляются разве что шторки на задних окнах И то это платная опция Зато у нас есть часы и температура за бортом Конечно же, очень нужная информация для пассажиров Но я бы предпочел, чтобы здесь был трехзонный климат-контроль Но, как говорится, не положено Только в топовой комплектации Зато, к моему удивлению, имеется возможность Сдвигать переднее сидение пассажира вперед Ну, наклонять спинку и сдвигать вперед Вот здесь вот с торца находится регулировка этих функций Честно говоря, странное решение Не самое нужное здесь Тем более в сочетании с тканевым салоном Смотрится оно чужеродно И вот мы дошли до багажника Итак, его объем увеличили до 625 литров Хотя, на самом деле, этого можно было не делать Потому что он и раньше был И сейчас остается поистине огромным Просто рай для перевозчика Здесь можно возить баулы Сюда можно, наверное, посадить детей Организовать два дополнительных места Я помню, в Рапиде мы с Пашей играли в карты Сидя в багажнике Здесь же можно устроить, пожалуй, целый турнир в покер Ну, как видите, место просто завались Что мы видим, открывая крышку? Это то, что она поднимается на достаточную высоту Открывая большой погрузочный проем Опять же, очень удобно для перевозки Всего чего только угодно Здесь нужно